В этот день, 24 октября 1794 года, 24 октября 1812 года, состоялся так называемый третий раздел Польши. К России были присоединены обширные территории с более чем миллионным населением. 24 октября 1812 года, началось сражение под Малоярославцем с войсками Наполеона Бонапарта. 24 октября 1897 года, ровно через 40 лет после появления первой в мире футбольной команды, в России состоялся первый в истории страны футбольный матч. 24 октября 1904 года, орден Святого Георгия Третьей степени получил генерал Роман Кондратенко, герой обороны Порт-Артура. Вся Европа поделилась на страны, которые симпатизировали России, и на те, которые болели за ее противника. Так случилось, когда Япония в начале 1904 года, без объявления войны, напала на русские владения в Азии. В осажденной российской крепости Порт-Артур можно было встретить немецких подданных. А вот британские агенты и военные корреспонденты жались к штабу японского командующего ноги. Когда один из них, Элис Баркет, узнал, что в рядах их русских неприятелей погиб генерал Роман Кондратенко, он написал, «Это было величайшее несчастье, которое могло постигнуть Россию, так как со смертью этого доблестного и популярного человека дух сопротивления покинул гарнизон. Как отмечали очевидцы, японцы, так ценящие доблесть и мужество, даже прекратили обстрелы русской крепости, чтобы только не мешать трауру по погибшему герою. Кем же был этот человек, который заставлял уважать себя даже своих врагов?» Роман Исидорович не имел ни влиятельных покровителей, ни титулованных родственников. Куда там, десятый ребенок в обедневшей дворянской семье. По карьерной лестнице поднимался вовсе не быстро, хотя ступил на нее в 11 лет, и хотя блестящие дарования позволили ему закончить две военные академии. Первая была Николаевская инженерная. Как же пригодится его инженерная смекалка в главной крепостной осаде 20 века, в порт Артуре? Первые дни русско-японской войны сразу все расставили по своим местам. В боях не имело большого значения родовитость или личное состояние. И тут же малозаметный скромный генерал выдвинулся в первые ряды. Как сказал адмирал Макаров, еще один герой порта Артура, я скоро перестану здесь с кем-либо говорить, кроме вас. Какого вопроса не коснись, все упирается в Кондратенко. Жаль, что вы не моряк. Военный инженер сразу развил бурную деятельность. За несколько месяцев руководства Кондратенко вокруг крепости возникло чуть ли не больше укреплений, чем за годы до того. Командующий Куропатки приказал оборонять строго периметр порта Артура, полагаясь на его форты. Но Роман Исидорович не убоялся гнева начальства. Передовые позиции он перенес как можно дальше вперед. Крепко окопался на высотах вокруг крепости. Военный инженер поощрял инициативу и смекалку подчиненных. И вскоре в осажденном гарнизоне появились новаторские гранаты, бомбочки, как их называли солдаты. Их делали из стрельных гильз по 300 штук в день. Порта Турские пулеметы, спайных ружей, шаровые бомбы, первые в мире минометы. Это тоже продукт узкой смекалки и колючая проволока под напряжением. Наш неутомимый герой, генерал Кондратенко, изобретает все новые и новые средства для поражения врага. Так докладывал столицу его прямой начальник, генерал Стесси. Роман Исидорович без отдыха корпел над планами и картами, метался по укреплениям, поднимая дух солдата. К осени о нем уже знали по всей России и даже во всем мире. Сначала государь приставил его к ордену Святого Георгия IV степени. Не прошло и месяца, как выслал ему орден Третьей степени. В день своей гибели Кондратенко, как обычно, был на передовой. Японцы открыли огонь из особо мощных 11-дюймовых пушек. Генералы его приближенные укрылись в каземате, но буквально последний японский снаряд пробил бетонный свод. Хоронила Кондратенко вся Россия. Долгие недели гроб с его телом шел к столице, и каждый попутный город прощался с еще недавно совершенно безвестным генералом. Даже в далекой Европе раскупали открытки с его посмертным фото. И какими точными и трогательными словами проводил героя умницы генерал Драгониров. «Прошел ты мимо меня, скромным, хотя и способным работником, и я тебя не признал. Плачьте близкие и пристные, плач Россия, потеряла ты большого человека, которого скоро, может, и не наживешь». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова